Три недели словесных и не только баталий в Днепропетровске завершились общественные слушания по переименованию города и улиц. Они прошли по всем районам. Жителям давали информацию по новым названиям. Напомним, историки, краеведы и архитекторы подобрали новые имена 270 топонимам. Что важно, они носят сугубо рекомендательный характер. Воспринимались эти идеи днепропетровцами по-разному. Слушания подчас напоминали гладиаторские бои. Два лагеря оппонентов. Те, кто за переименование, и те, кто категорически против. Компромисс пока не найден. Предложения жителей принимаются еще две недели. Мы же, отслеживая ситуацию, в очередной раз поднимаем эту горячую тему. И сегодня в нашей студии представители разных точек зрения по этому животрепещущему вопросу. Заммэра в 2003-2009 годах, лидер общественной организации «Родной Днепропетровск», полковник запаса СБУ Владимир Тюрин. Добрый вечер, рада вас видеть. А также сопредседатель рабочей группы комиссии горсовета по наименованию и переименованию улиц Вадим Шибанов. Здравствуйте, Вадим. Добрый вечер. Тоже рада вас видеть. Итак, напомним, собственно, предысторию. Закон у нас принят еще в конце апреля, в мае подписан президентом и понеслось. На местных уровнях это становится топ-темой. В Днепропетровске резонанс огромный, об этом только и говорят. В основном мнения противоположны. И сегодня я хочу услышать ваши. Не поменялись ли они? Насколько я знаю, Владимир у нас категорически против переименования «Вадим за». Не поменялись ваши точки зрения? Мы, наверное, были бы сами, собой бы не были, если бы мы вдруг их меняли в зависимости от, как в том анекдоте, колебался вместе с линией партии. Нет, наши мнения, насколько я понимаю, остались прежними. Я выступаю за то, чтобы наш родной Днепропетровск оставался Днепропетровском. Ну, Вадим, видимо, имеет свою точку зрения. Ваше точку зрения тоже никак не корректировалось. Днепро, да, то есть я за название города Днепро. Хорошо, что вы так тверды в своих убеждениях. Аргументы, опять же, прежние или что-то, может быть, в процессе того, как проходили слушания, что-то себе аргументы прибавились, убавились, Вадим? Ну, аргументы очень простые. То есть закон принят и законодатель нам дал полгода на формирование проекта решения. Которые истекают в октябре, правильно? Нет, смотрите, дедлайн у нас 21 ноября. И хочу подчеркнуть, что, я не знаю, был ли в этом умысел президента подписывать закон именно 21 мая, потому что закон был принят в апреле. Но, если вы помните, то 21 ноября у нас день шанувания жертв Голодомору. А товарищ Петровский как раз возглавлял этот процесс в Украине, и этот процесс коснулся очень сильно Днепропетровщиной. Поэтому 21 ноября мы должны принять решение по переименованию улиц, проулков и других топонимов. И то же самое должны принять решение по предложению для Верховного Совета по переименованию города. Подчеркну, что исключительное право по переименованию города принадлежит Верховному Совету. Я хочу немножко все-таки сакцентировать на том, что мне кажется, что президент, все-таки подписывая закон, думал не только о Днепропетровске. Около 800 населенных пунктов Украины так или иначе подлежат переименованию. Владимир, ваши аргументы как-то поменялись или остались прежними? Не поменялись. Днепропетровск – это бренд, которому в следующем году 90 лет. Это город, который и название, скажем так, несет за собой большое историческое наследие, как в области науки, культуры, в других отраслях, производстве, металлургии, машиностроении и так далее, ракетостроении и так далее и тому подобное. Ну, я вот так же, как и Вадим, я, кстати, хочу поправить, Вадим тоже был заместителем городского головы, даже первым, поэтому мы с ним достаточно много объездили по Европе городов и знакомили с опытом работы наших коллег. Это так? Ну, в разных временных рамках. Я скажу так, что если мы действительно собираемся идти в Европу, если мы действительно хотим быть европейской страной, то прежде чем принимать такие законы, необходимо принимать закон о местном референдуме. И я, с другой стороны, поддерживаю Вадима, когда он говорит, если закон есть, его необходимо выполнять. Это основной аргумент, Вадим. Это ключевой тезис. Для этого, в общем-то, и голова людям дана. Но я прошу прощения, если вы, приняв закон, не приняли закон о местном референдуме, ну, давайте как-то или срок увеличим, да, на принятие решения, или примем какие-то изменения к этому закону, да, или примем, в конце концов, закон о местном референдуме. Это что, проблема? Это не проблема. Это просто нежелание наших народных депутатов, которых мы, кстати, с вами избрали, да, сделать ту работу. Отдать полномочия сюда. Да, сделать ту работу, о которой сейчас во всеуслышание говорят. Это же тоже децентрализация. Извините, если в Америке, в Европе любую прокладку улицы, я не говорю переименование, новая дорога 300 метров обсуждается, проводится общественный служащий. А мы хотим переименовать так, мимоходом, 800 наименований по стране, города поменять со столетней историей названия, улицы поменять, и чтобы никто вдруг этому не возмутился, и вдруг у всех было такое же мнение, как у наших нардепов. Ну, так не бывает. Или Европа, или это правильно сказал коллега наш, Максим Ковун, когда мы были с вами на передаче. Что ж мы, зеркальное отражение закона о декоммунизации, а сами действуем, как большевики? То есть Верховная Рада должна за нас принять решение. Но это смешно. Мало того, я же как раз несколько раз у вас выступал. Смотрите, закон дает прямую норму Горсовету по переименованию улиц, проулковой площадей, а право за собой оставалось за переименованием городов. И была инициатива именно комиссии вынести на обсуждение людям, чтобы они высказали свое мнение. То есть мы, так как у нас право на проведение референдума... Об обсуждении мы сейчас поговорим о слушаниях. Право о референдуме, Ирина, право о референдуме у нас забрали, но никто не забрал. У нас право вступать в диалог с людьми и обсуждать этот вопрос. Давайте вступим в диалог с людьми, потому что я даже еще не успела озвучить телефонный эфир, а у нас уже есть первый звоночек. Пока еще Днепропетровцев. Мы вас слушаем. Алло, добрый вечер. Алло, да, добрый вечер. Как вас зовут? Какой у вас вопрос или мнение? Меня зовут Олег, у меня мнение. Я хочу высказаться против переименования города и всех улиц. А ваши аргументы какие? Аргументы, во-первых, а у нас что нет других проблем, как переименование города. Все дороги сделаны, все мусорники, везде свет сделан. Заниматься только этим надо, больше нечем. Смотрите, ну если мы вот тут только, вы наверняка слышали, говорим, что речь идет о том, что нужно исполнять закон. То есть, как вы считаете, нельзя нарушать закон? Изначально закон принят вот как бы некорректно, да, не вовремя или как? Нет, я же некорректно. А вообще, этот закон вообще на пользу людям или как? Или просто отвлекание народа от насущных проблем, которые существуют? Вы задаете вопрос или вы это утверждаете? Это просто рассуждение, это даже не вопрос. Ну вот народ, ну так, ой, закон. Ну можно какой хочешь закон придумать, и типа все, надо его исполнять. Есть же здравый смысл какой-то. Взять, выкинуть кусок истории, даже если это коммунизм, бог с ним. Я вас услышала, скажите, если примут закон о референдуме, вы считаете, это будет правильно? Пойдете на референдум? Конечно, конечно, пусть люди, конечно, и решат это. Спасибо вам за звонок и за ваше мнение. Видите, зрители тоже у нас возмущаются и за референдум. А я все-таки хочу перейти к слушаниям, потому что, опять же, три недели такого марафона. Как, собственно, они проходили у нас в Днепропетровске, за этим внимательно следили наши коллеги с программы «Детали». И я предлагаю посмотреть сюжет. Это такой вот итог трехнедельного марафона. Пожалуйста. Мне подсказывает сюжет, будет чуть позже. Вы сами присутствовали, кто-то из вас, на слушаниях? Да, в Жафневом Кировском районе. Да, я вот как раз был в Бабушкинском районе. Я вам скажу так, что слушание как слушание. Атмосфера какая? Люди, как у Булгакова, стали чуть-чуть лучше, но в принципе и добрые, и злые, но только их испортил квартирный вопрос. В нашем случае вопрос переименования. Я скажу, там было три категории наших жителей. Не хочу никого обижать. Были люди, которые пришли туда явно по целенаправленно, под воздействием той или иной политической силы, скажем. Не буду говорить общественной, политической силы. То есть не по своему зову, да, вы хотите сказать? Да, да, были люди, которые пришли исключительно для того, чтобы побалагорить, поболтать, заболтать. То есть такие, в случае свободного времени. Ну, я не хочу какие-то, так сказать, ярлыки вешать. Ну, это люди, известные в нашем городе, которые… Вы делитесь впечатлением. В общем-то, да, в общем-то, занимаются примерно одним и тем. И были люди, которые искренне, их было, к сожалению, не большинство хотели высказаться по этому вопросу. Но в итоге, как, к сожалению, опять же, у нас это часто бывает, неорганизованность со стороны районных и городских властей привела к тому, что, как правильно Вадим сказал, что чуть ли там какие-то моменты не до драк, до оскорблений доходило. Ну, это… Этого было много, Вадим? Мы сейчас посмотрим сюжет. Я в Бабушинском не был, Жафневый и Кировский. То я вам скажу, что прошло очень мирно. Я думал, будет хуже, вот как в Бабушинском. Но прошло очень цивилизованно. Да, друг друга слышали. Там, например, простейший пример – это пример улицы Вакулинчука. То есть предложение комиссии было одно, а люди сказали, нет, мы хотим на Стромцова, потому что Стромцов, директор 30 лет ДМЗ, и он строил эту улицу. Почему идти против мнения? Почему нет? Да, почему нет? Ну, это один конкретный вопрос. А, собственно, как это было? Их достаточно много. Давайте посмотрим. Будет битва по улице Ленинградской в Кировском районе. Но в каждом районе будет битва, я так понимаю, по какой-то отдельной улице. А как, собственно, итог вот этого трехнедельного марафона, я предлагаю посмотреть сюжет. 13 серпня. Здесь стоят памятники, во всех городах есть улицы Бандеры. Щоправда, місцеві нову назву цей улицы так и не запропонували. Того ж дня на слуханях у Жовтневому районі до бійки хоч и не дійшло, але суперечки були дуже гарячі. Більшість людей тут проти переименування. Дехто мав конкретні пропозиції. Собрались, подумали, решили, обошли, ініціативна група, обошли ряд домов по нашій улице. І з жителям ініціюємо, щоб нашу улицу переименували в улицу имени Якима Погребняка. 19 серпня. Індустріальна райрада. Тут комісії дали можливість привести негативні факти щодо людей, чьи її імена носять в улиці зараз. Косіор, я по пам'яті вам процитую, крестьяні хотіли об'явити нам війну, не здавая хліб по державним ценам. Ми їм показали, що таке голод. Косіор – це той, хто проводив голодомор. Проте незгодні своєї точки зору не змінили, і розмови перейшли у крик. Після люди, які проти переименування, просто пішли. Наступного дня громадські слухання сколихнули Самарський район. Тут також більшість людей проти переименування. Я всю життя прожив в Дніпропетровській. Хочу жити в Дніпропетровській, дай Бог, не віряти. За кілька днів у Красногвардійському районі було також неспокійно. Мешканці тут ясно пояснили свою позицію – переименуванню – ні. Чому ви лишаєте нас, нашої історії? Чому? Хто вам дав таке право? На останньому слуханні у Бабушкінській райраді емоції зашкалювали. Люди скандували «Дніпропетровськ». Але серед криків комісій таки вдалося почути декілька пропозицій. Одна з них – назвати місто Богдан. Або дати Дніпропетровську інше значення – на честь Петра Порошенка, а не Петровського. У результаті учасники слухань таки заспокоїлись та внесли свої пропозиції. А ті, хто були проти зміни назв, написали заяву зі своєю думкою до виконувачки обов'язків міського голови, губернатора Верховної Ради та президента. Зібрали декілька заяв. Була одна колективна заява щодо пропозиції по переймання тої чи іншої вулиці, а також і міста. На обговореннях в усіх районах були люди, які підтримують переименування, але їх – меншість. Члени комісії зізнаються, багато дніпропетровців налаштовані агресивно. Дякую за перегляд! Дякую за галочки. У нас город-мільйонник. Скільки в зале? Пару сотен максимум. І то, мне кажется, не буде. В лучшем случае 100 человек от района. Опять же, ви поделили їх на определенные категории. І тех, хто действительно, як ви говорите, условно своїми впечатлениями поделились. І тех, хто, як ви говорите, по зову сердця, вони були в меншинстві. Іх – единиці, да. Що ми можемо сказати? Ваше мнение? Действічно ли це формальність? Ну, давайте я продовжую цю тему таким образом. Смотрите, ми вот то, з чого почали, ми к тому і прийшли. Почемо вот така форма? Потому що немає закона о референдумі. Невозможно собрать, условно говоря, в оперному театру у нас 1200 місць. Це найбільший зал. Скільки ми можемо собрать, навіть якщо 8 районів заслужуємо? 1000 человек? Дуже, якщо битком на битку? 1000 человек. І о чому ми говоримо? У нас в місті 995 тисяч населения. Или менше, чи більше. 89 тисяч избирателів, якщо так вже. Такі формальні? Тут, конечно, формальні. Це формально спустить пар. Городська власть понимає, що не хоче искати нових путів, не хоче, як ми з Вадимом говорили, не хоче провести какой-то опрос в процесі містних выборів, не хоче подумати, поискати якісь пути решення цього вопроса, не хоче заказати соціологію, за городські деньги, соціологію, правильним соціологам нормальним, нашому университету, например, і на основі це подложити в тому числе. Ну, якщо ми не маємо закона о референдумі. Ну, які-то виходи треба искати. Вадим, ви як самопредседжація комісії. Це один із механізмів. Тобто він в цій ситуацій не працює. Можна я все-таки задам вопрос вам? Та треба процедуру дугу придумувати. Закон о референдумі возвращати. По процедурі, собственно, я хочу спросить. Зачем тогда нужны эти общественні слушання? Они положены по процедурі, я так понимаю. Ну, зачем же тогда їх проводити, если це все ровно формальність? А ви не маєте... Нет, ви подменяєте поняття. Якщо б ми не іниційували общественне обсуждення, то ви б нас обвинили, що ви не провели общественне обсуждення. Дайте мені, пожалуйста, другої механізм, як у людей спросити. Це регуляторний акт. Регуляторний акт. Невозможно. Не подменяйте понятия. Я вам ще раз говорю, якщо забрали у людей механізм проведення референдума, то остальний механізм остался только проведення громадських обхворів. Хорошо, ви согласны, що це формальність, коли приходить 100 людей от района? Или у вас другое мнение? Значит, количество людей, які були в районах, колебувалося от 86 до 350. І не забувайте, що у нас с вами... Хорошо, даже если 350. Представительська демократія. Ми з вами выбираємо депутатів, для того, щоб вони наше мнение отстаивали. І по цьому рішення комісії імеє рекомендальний характер, а окончательне рішення приїмають депутатів. Ми к тому зараз вернемся, і давайте послушимо звоночек. Ми з Куварою з Володою обсуждали, що цей созов побоється любе рішення прийняти і переложить це на следующих. Тому к жителям, кстати, делегіруємо, що коли народ буде приходити к вам кандидатів в депутатів, один із запросів ставте. Іменно цей вопрос ви відносите? Ви согласны, що цей созов не примет це решення? Я об цьому ще в апреле сказав. І можна підняти ваше матеріалі архивне, і це увидіть, що ці депутати не в сстоянии прийняти це рішення. Тем більше, судя по всьому, це буде їх післяння сессія. Вони даже не ходили, ви ж помните, я скільки раз... Вони даже не ходили на засідання комісії. І половина членів комісії бояться на себе брати ответственность. Тобто у людей є шанс все-таки взяти ответственность на себе і принять в цьому активне участие. І давайте слушать зрителей. Алло, добрий вечер. Алло. Добрий вечер. Як вас звуть і який у вас вопрос? Мене звуть Людмила. Да, Людмила. Ми вас слушаємо. Ми за Днепропетровськ. І ми хочемо, щоб історія нашого міста залишалася. Ми хочемо, щоб міжнародний бренд Днепропетровська теж залишався. І щоб ці денежки, які підійдуть на переименування міста, щоб вони пошли на соціальні нужди. Щоб це було направлено для малоимущих, для строительства дорог, для благосостояния нашого міста. Людмила, а у меня к вам такой вопрос. Людмила, послушайте мене. В какому районі живете? В Ленинском. Ви приходили на общественные слушания? Нет, ви знаєте, просто меня не було в городі в це время. Ну, как того, може кому-то делегировали вот своє мнення? Ну, не получилось просто. Я дозвонилась до вас і хочу сказати, що дуже багато, дуже багато, всі мої знайомі, за Днепропетровськ. Днепропетровськ – наш дом родной. І ми хочемо, щоб наш міст залишався Днепропетровськ. Днепропетровськ. На сайте ж ви видели, висять несколько проєктов названия города. Среди них Днепропетровськ. Ну, я не увидела там Днепропетровська. Уже сняли. Ну, извините, я с 10 числа уволен, поэтому я за сайтом особо сейчас не слежу. У меня другие… Он был. Был, да. Был, был. Головы по требованиям жителей его вставить, чтобы узнать мнение людей о… Именно оставлять название, либо… Сейчас есть шанс, как вы считаете, чтобы Днепропетровськ остался… Днепропетровськом поменя вот то, о чём мы много говорим, смысловую нагрузку? Шанс, знаете, шанс всегда 50 на 50. То есть нужно общаться с людьми, которые принимают решения. Принимают решения депутаты Верховного Совета. Точно так же, как по названиям улиц депутаты Городского Совета, и если вы хотите влиять на название своей улицы, общайтесь, лоббируйте свои интересы в этом круге, в Городском Совете. Если вы хотите лоббировать интересы по названию города, лоббируйте их в Верховном Совете. В этом месте решение сессии Городского Совета будет относить тоже рекомендательный характер. Хорошо, решение сессии Горсовета. Людям, собственно, кому? К нардепам тогда обращаться? Да, они их избрали. Я скажу так, смотрите. Абсолютно понятна та схема, о которой Вадим сказал, что есть Верховная Рада, которая принимает окончательное решение. Но я могу сказать так, что без решения Городского Совета Верховная Рада будет в ситуации, когда она или должна будет самостоятельно принять решение, извините меня, точно так же, как и коммунистическая партия со временем принимала решение, да, большевики. Или же отправить этот проект через какое-то постановление, дополнительное решение Верховной Радки, дать еще какой-то срок городу Днепропетровску или Днепропетровской области для принятия того или иного решения. Но я хочу подчеркнуть, что, уважаемые жители Днепропетровска, только от нас с вами зависит, останется ли Днепропетровск Днепропетровском. Мы все видели события на Майдане, непосредственно кто-то по телевизору и так далее, что если выходит на площадь 50 тысяч человек, никакая власть, никакая милиция, никакая новая полиция, никто не может помешать людям высказать свое мнение. Никто не рискнет теми или иными методами разгонять людей, разгонять такого рода демонстрации. Но люди, если придут, то любая, опять подчеркиваю, власть вынуждена будет к этому прислушиваться. Да, будут пытаться обмануть, да, будут пытаться заговорить, но если люди будут приходить, а не так, как, извините, у нас очень многие только заявляют свое присутствие или участие в той или иной комиссии, а через 2-3 заседания комиссии их уже и след простыл, то тогда, конечно, ничего не будет. Я надеюсь, что ваши слова будут услышаны. Тогда мы будем, извините, влиять. А так мы влиять ни на что не будем, если мы будем сидеть дома и по телевизору. Нужно обратно соответственно принимать в этом участие. Это то, к чему я призываю людей, не сидеть на месте. И не говорить потом, вы приняли решение, которое нас не устраивает. А что ты делаешь для того, чтобы принято было правильное решение? Будьте активными и отстаивайте свое убеждение и свое мнение. Владимир, у меня вопрос к вам. Я знаю, что вот даже в эфире у нас, нашей программы, ваша организация родной Днепропетровск, обращение в комиссию, собственно, сопредседателем которой является Вадим, отдавало обращение по тому, чтобы не переименовывать. Что с обращением реакции? Я думаю, наверное, к Вадиму, он еще остался с сопредседателем комиссии. Я думаю, что да, потому что это сессионное решение. Что с этим обращением? Ну, я, честно говоря, я не видел. А мы ему поручим, как сопредседателя комиссии. У нас заседание четвертого. Вы знали об этом обращении? Вот оно, с входящим номером я Вадиму передам. А каким числом? 25 мая. А давайте мы передадим, вот прямо я таким посредником выступлю. Я ни разу не видел. Входящий стоит, ну так, значит, бюрократы. И запечатлеем это, собственно, в нашем эфире. Да, да. Уже теперь есть у вас это обращение. И как-то надо будет реагировать. Входящий номер там? Стоит. Стоит. Хотя вот это тоже давно уже надо менять. Все как положено. Хорошо, тогда будем ждать через время реакции. И вот еще такой вопрос к обоим собеседникам. Вы сказали, что если мы здесь на местном уровне не решим, то Верховная Рада. Вы допускаете такой вариант и Вадим, и Владимир, что вот нам навяжет Верховная Рада определенный имя Днепропетровского? Если мы будем бездействовать, навяжут. Вы допускаете такой вариант? Да, конечно. Вы тоже допускаете. То есть, опять же, вопрос в нашей активности. Я позволю себе сделать такой небольшой, скажем так, прогноз и сказать следующее. Предстоящие выборы местной советы станут полем, на котором в том числе будет разыгрываться карта с названием Днепропетровска. По результату... То есть, тема станет такой площадкой, да? Это будет топ-тема. Я больше скажу, что тот кандидат в городские головы, который не поддержит тему Днепропетровска, он проиграет с треском выборы. Это показывает социология. Второй вопрос. Можно по-разному относиться к переименованию, иметь разное мнение, но если мы не надавим все вместе на депутатов городского совета, неважно, этого созывали следующего на самом деле, чтобы они приняли решение. Вы же понимаете, что любое решение, почему его боятся? За него же нужно потом нести ответственность. Поэтому вот тот, кто возьмет на себя, та политическая, теперь уже партия по новому закону на выборах, которая возьмет на себя эту ответственность или там какая-то коалиция, вот те партии будут нести ответственность и нести будут этот крест по переименованию города Днепропетровска. Иначе по-другому никак не получится. А мы, как жители, как те, кто за Днепропетровск, те, кто против Днепропетровск, должны выходить и отстаивать свое мнение. Потому что подлежать... Ну партии, я хочу немножко заметить, меняют свое мнение, как, к сожалению, часто бывает. От социологии. И давайте послушаем еще один звоночек, мы успеем. Алло, добрый вечер. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Меня Игорь зовут. Какое у вас мнение или вопрос? Ну, у меня такой вопросик, чтобы не менять Днепропетровск, это раз. А во-вторых, вот это хотите вы там Ленина переименовать, я так слышал, на Бандеру. Степана Бандера, да. Да, с другой... Вы просто подумайте об этом. Если люди выйдут на улицы, то вам уже митинг как бы не остановить. Это будет очень-очень жестоко. И вот эта декоммунизация, то, что Порошенко подписал, это, будем так считать, это обычный вандалист, который поубирал все памятники у нас культуры. И сейчас вы хотите последнего Петровского убрать из Днепропетровска. Это тупой вандалист. Ну, это закон, поймите, это надо выполнять. То есть это же не приняла Верховная Рада. Скажите, ну вот людей затронуло, я знаю, что на слушаниях тоже этому уделялось большое внимание, что людей больше всего, допустим, затронуло переименование улицы Ленина в улицу Степана Бандеры. Почему, собственно, Бандеры? Какое он имеет отношение к нашему городу? А Ленин? А Ленин какое отношение имеет к нашему городу? Мы же избавляемся от символики, собственно говоря. Ну вот я к тому же говорю, что тут я с Володей согласен. И мы тогда придумываем новую. Конечно. Смотрите, иногда для того, чтобы жителей заставить. А зачем? Если мы избавляемся от одного, зачем жиновенную другое? Хорошо, предложите свой вариант названия улицы Ленина. Ну смотрите, сколько было вариантов каких-то нейтральных названий? Ну каких? Нейтральные, на самом деле, все разобраны. То есть это так кажется... А совсем их не осталось? Да, кажется, что у нас нет осенних, кленовых и других. Они уже все есть. А насколько я помню, Воскресенское, да, ее историческое название? Воскресенское на русском. В украинской транслитерации нет такого слова. Недельно. А? Недельно. Ну, то есть оно воскресенье Господнее. Этот вариант отметается... Оно не слово воскресенье, как годный день недели, а именно воскресенье Господнее, потому что от проспекта до нынешнего стадиона шла улица, тогда на стадионе была... А если воскресное, допустим, назвать? Ну не знаю, там... Ага. Вот с филологами посоветуйтесь, потому что филологи и так крутили, и так крутили, вот не получается. Ну я на самом деле думаю, что для одной из центральных улиц нашего города можно было найти варианты, поменять местами. Это не суть важного. Опять же... То есть я тоже не думаю, что Степана Бандера это единственный возможный вариант. Давайте вот давайте как бы опять же исходить из здравого смысла, да? Ну я согласен здесь с Вадимом, что ну какое отношение к Днепропетровскому имеет Степан Бандера. Может быть стоит все-таки этот вариант пересмотреть? Как вы считаете на комиссии? Все зависит от жителей улицы Ленина. То есть если они будут категорически против... Ну вот я же вам приводил по Вакалюнчука, люди пришли, сказали... Куда им обращаться? Вот они не хотят большинство... На имя Меськоголовы и в комиссию, потом все равно влиять на депутатов. И в районный совет обращаться. То есть обращайтесь в районный совет, обращайтесь на имя... По процедуре, смотрите, по процедуре. У нас сейчас будет пару заседаний комиссий. Когда ближайшие? Ну четвертое, а потом через неделю. И что на нем будет? Это будут все протоколы громадских обговоров, которые суммироватся с пропозициями людей. Потом это создастся какой-то материал, который мы... И уже будет выноситься на сессию? Подождите. Мы передадим главу ПУ. Глава ПУ является формальным автором проекта решения. После этого оно вывесится на сайт, и это все равно даст возможность еще влиять на него. То есть можно вносить изменения, пока не принято окончательное решение. Вадим, я очень благодарна и вам, и Владимиру за такую живую дискуссию, за неравнодушие, за убежденность своих позиций. Но, к сожалению, к огромному сожалению, мы вынуждены перенести нашу дискуссию еще на какое-то время. Будут новые события, потому что время нашего эфира завершено. Спасибо вам. Ясно одну точку в вопросе переименования Днепропетровской и его улиц пока ставить рано. Поэтому мы будем дальше отслеживать развитие событий и информировать вас. Это была программа «Погляд». Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова